В Центральном парке Тулы прошел финальный этап конкурса смотра скворечников «Я оставим без дворца ни синицу, ни скворца», проводимого Тульской епархией совместно с Министерством природных ресурсов и экологией Тульской области. Хочу поблагодарить всех, кто принимал активное участие в этом славном конкурсе скворечников, и мы сегодня можем видеть, насколько сильно прилюбился этот конкурс всем жителям Тульской области, и надеемся, что этот конкурс найдет продолжение уже в наших будущих поколениях. Конкурс, неизменно привлекающий внимание жителей со всей Тульской области, позволяет проявить заботу о пернатых обитателях Божьего мира, построив к их весеннему возвращению в родные края домики, скворечники, синичники, дуплянки и просто сказочные дворцы. Самое же важное, что это творчество объединяет добрым соработничеством людей светских и православных, школьные коллективы, молодых и взрослых. Это семейный проект, мы сделали его вместе с папой, мы долго искали варианты на сайте и наконец нашли. В этом скворечнике я окрасила, и пара гвоздей тоже были забиты мной. Поздравить участников конкурса с Благовещением, праздником которому приурочен смотр скворечников, из года в год неизменно приходит митрополит Тульский Ефремовский Алексей. Этот замечательный парк Меломусовский в нашем городе Герои становится таким центром, где собираются изумительные мастера, участвующие в прекрасном конкурсе с таким красивым поэтическим названием. «Не оставим без дворца ни синицы, ни скворца». И смотрите, как интересно, как откликаются наши с вами сердца вслед за ними и глаза, и руки, и все наши творческие способности. Соединяем воедино умения мам и пап, бабушек и дедушек и внимательное отношение к этому и внуков, и внучек, и сыновей, и дочерей. И вот такое замечательное представительство изделий, которые сегодня приготовлены вашей любовью и вашим творческим порывом, свидетельствует о том, что мы не просто готовы потреблять то, что предоставляет нам по Божьему благословению окружающий нас богозданный мир, а готовы в соработничестве с Божьим всмотрением умножать его силы, его красоту во славу Божию и на радость людям. Это семейный праздник, в котором мы принимаем первый раз участие. Конечно, должна была представлять дочка, но она уехала на конкурс в Орел, чего желаем ей победы, конечно. Конечно, праздник очень большой, широкий, который сплочает семьи, сплочает еще тем, что семья занимается одним делом, рисует, делает скворечник. Конечно, это очень хорошее, красивое мероприятие и надеемся в следующем году, будет повторяться в следующем году и примем еще не раз участие. Радостный праздник настоящего дня, благовещение Преснодевы Марии, по всему лицу земли, возвещает веселье о рождении Христа, даровавшего людям возможность осознанно выбирать добро, утверждая его любовью к Богу, людям и братьям нашим меньшим.